Серб сохранилась, по крайней мере, долгое время сохранялась именно на Востоке, в Восточном православии. Это так называемый аратологический аспект. Что такое аратология? Это такой узкий термин, который ввел один сербский исследователь, я забыл, к сожалению, его фамилию. Он умер, как только написал свою докторскую работу, умер очень молодым. Его труд уникален, он называется «Эстетика средневековой Сербии». Именно сербского Средневековья до 15-16 века. Он описывает, он вводит этот темп как базовый такой. Аратология, это происходит от слова «арэти». «Арэти» это значит «добродетель». Хотя «арэти» еще слово «добро». Оно как бы «арэсу» мне значит «нрав». То есть «арэти» можно это «нравость», «добро». Но в конце концов в русском языке его стоялось как «добродетель». Понимаете? Добродетель описывают все по-разному. То есть, допустим, у самураев одна, в разных культуре. Он же был вольный, аэс был у тех самых древних древних древних. Нет, все, у них была «арэти», у них была своя философия об «арэти». Обязательно. Дело в том, что у Аристотеля очень много посвящено этому понятию «арэти». И у Платона там свои были об «арэти», что такое «арэти». Об этом желающий может найти такие простые исследования господина Лосева, который пишет об античной эстетике. И он каждый термин такой основной из текстов. Он очень хорошо знал язык, и он там легко это все может описать. А также желающий может найти и словарь Леанла, где тоже каждый такой термин, его история, как он начинается, и как он доходит до христианства и до современного мира. Очень большой, хороший словарь, и он ему можно хорошо заказать в интернете. То есть, конечно, этот термин берет свое начало именно в античной литературе, наверное, еще до классического периода. Но именно уже на Востоке, в Средневековье, в начале христианства, может быть, даже уже... Нет, у Нел Платонникова нет, в начале христианства он приобретает совершенно другой смысл. То есть, «арэти» — это присутствие Бога в человеке, который Бог с человеком делает такую синергию, делает некое сотрудничество. Делает сотрудничество с человеком внутреннее. И человек начинает видеть разные вещи по-другому. И он по-разному воспринимает любовь тоже так, как человек воспринимает любовь. И поэтому он, поскольку в нем самом присутствует эта божественная искра, которая в нем усилилась, он и в другом человеке видит эту божественную искру. И поэтому женщину он выбирает уже не как прекрасную даму, не как просто максимально проявленную красоту, понимаете? А как может быть даже отчасти некую скрытую красоту, завуалированную красоту, но которая открывается ему в силу того, что в нем самом присутствует вот эта вот «арэти». Понимаете? В нем самом присутствует вот эта вот по-русски добродетель. Все нормально. То есть, или простыми словами, «святой может видеть святого». Понимаете? Издалека. Это рисующее. Да, это есть... Такие вещи рассказывайте-то, которые давно хотелось услышать. Да, ну это как и... Такие нарвоты. И утрата вот этого вот «арэтологизма» в эстетике, она ведет к тому, что любая женщина начинает превращаться в прекрасную даму. И тогда терять... Дело в том, что вот эта синергия переводится «совместное действие», «совместное служение». Понимаете? Когда человек с Богом, у него синергия, у них совместное служение. Тогда у него и с противоположным полом тоже синергия, тоже совместное служение. Потому что и там внутри нее тоже искра божественная, которую этот другой противоположный пол разглядел. И получается такая совместная синергия, совместное действие, совместное сотрудничество. Образ прекрасной дамы, когда мы теряем вот этот... Я, конечно, в кавычках говорю, образ прекрасный, но образ так нарицательный. Когда теряется вот этот аэркологический аспект и делается упор непосредственно на проявленную красоту, теряется вот этот момент синергии, вот этот момент взаимосотрудничества, и прекрасная дама становится объектом собственного удовлетворения. Понимаете? Или же, например, прекрасный принц или прекрасный рыцарь становится объектом удовлетворения другого противоположного пола. То есть, в принципе, это начало того самого индивидуализма. Это тоже один из корней этого самого индивидуализма, о котором мы говорили с вами в завтраке номер восемь. А завтраке номер восемь. Дальше это все прогрессирует, и индивидуализм возрастает. И что делается? Утращивается синергия, утрачивается любовь. Утрачивается этот эрес. Все больше утрачивается влюбленность. А отсутствие любви порождает хаос. Дело в том, что любовь, она несет организующее начало. Вот эта синергия с Богом, потому что Бог не есть Бог беспорядка. Любой. В любой культуре Бог всегда есть Бог порядка. То есть, даже если есть, допустим, в политеистической какой-то культуре существовал хаос какой-то, но все равно кто-то из него делал потом порядок. Понимаете? Ну, то есть, любовь, она всегда созидает и делает логос. Логос противопоставляется понятию хаос. Логос переводится как смысл. Логос переводится как значение. Логос переводится как слово. Логос отчасти переводится как и начало. Тоже. Понимаете? То есть, в разных. Оно имеет очень много разных значений. Но логос всегда противопоставляется хаосу. И вот отсутствие этой любви порождает в человеке хаос. Понимаете? Человек становится хаотичен в своем поведении. Хаотичен в своем поведении он становится прежде всего, он теряет эту синергию и он теряет слышимость окружающей его среды, окружающих его людей. Понимаете? Он все больше и больше обособляется. Да. И оттуда появляется вот тот самый мусор. Понимаете? Оттуда появляется он по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чем больше. Вообще эстетика будущего, это эстетика мусора, к сожалению. Мы очень пессимисты. Мы как бы православные, мы очень большие пессимисты, считаемся. Наше все богословие, оно очень пессимистично. И в то же время у нас от этого большая храбрость. У нас от этого большая храбрость, от этого большая ясность. И у нас гораздо больше радости, чем у псевдооптимистических настроений. Понимаете? Которые верят в прогресс и думают, что прогресс идет на пользу человечеству, как это в Богу модерн, прогрессисты все описывали. И дальше мы будем видеть, что у нас впереди ждет эпоха мусора. Понимаете? Если вы видели, например, прекрасное произведение японского мультипликатора, вот это вот Ghost in the Shell, призрак в доспехах. Это прекрасно. В таких новых людях это после сингулярности, когда появляются такие киберорганизмы, нано-биоорганизмы. И он очень хорошо описывает среду их обитания. Это полный обитание, это полный мусор. Вот мусор среди объявлений, там ничего не значащих. У него есть прекрасный такой кадр, где вся стена заклеена объявлениями, на которых просто нарисована одна и та же собачка грустная. Понимаете? И на каждом из них оторвано по одному-два телефона. Понимаете? Он показывает реку, по которой просто плывут вот такими корабликами, вот всякие банки, бутылки, окурки. Вот они плывут, это их вот среда. То есть это вот среда обитания человека будущего. Понимаете? Об этом очень хорошо показал вот режиссер, комедийный режиссер, как бы, вот американский, который снял фильм «Идиотократия». Вот он о тупых, как люди все тупеют и тупеют. Когда они просто вываливаются, когда заморозили людей, знаете, в каком-то веке, а через сто лет они просто, их вот эти саркофаги, они вываливаются из груды мусора. Они даже не где-то, не в какой-то лаборатории, они просто вываливаются из груды мусора. И как бы все их путешествие дальше идет по мусору, среди мусора. Понимаете? Везде. То есть эстетика будущего, это мусорная эстетика. Понимаете? Об этом вот жалко у нас, я не успел связаться с Владимиром Ивановичем Мартыновым, который написал в прекрасной книге вот этот «Казус Витанова» о своей опере, которую он ставил по Данте в Лондоне и претерпел там неудачи. Он там вот дал ответ. А в Алисе, вот я забыл, как называется, он очень много описывает о шуме. То есть он как бы аудио берет, понимаете, формат. Я в общем беру, он берет непосредственно аудиоформат и тоже все эти параллели проводит. То есть я не опираюсь на собственные книги. Так вот, что будет взаимоотношения? Дело в том, что существует понятие «любовь». Вот как у каждого из нас. Мало кто понимает, а тем более сейчас мы объяснили, да? А вот кто понимает, в древнегреческом языке какой был термин «антитезис любви», как он назывался. Мы говорим ненависть, да? Хотя мы тоже говорим от любви до ненависти один шаг. На самом деле, вот в святоотеческой традиции слову «любовь» противопоставляется слово «тирания». Да, ну... Агапи и «тирания». Вот это да. То есть «тирания» может быть между сыном и мальчиком. Слушай, ведь «тирания» же всегда как раз словом «любовь» пользуется больше всего. Ну вот да, нет, если уже в злобарном, конечно, да, у них это любовь, там очень мозг. Да, это когда мы уже более такой социальный берем аспект. А вот когда мы берем между собой отношения, как бы, вот, особенно сейчас, вот, там, какие-то, вот, отношения, там, мужчины и женщины, вот, об этой любви мы сегодня хотели, вот, в эстетике, то появляется вот это понятие «тирания». Ну, это тоже очень близко. Прости. Браво, 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 абсолютно параллель. Абсолютная параллель. Вот, и дело в том, что, вот, например, если взять советскую эстетику, советскую эстетику, вот, ну, конечно, упор всегда делался на кинематограф, да, вот, там образ прекрасной дамы очень так завуален. То есть, например, прекрасная дама появляется лишь у Рязанова, и то это под большим вопросом, вот, в фильме, где перенесся человек на самолете с легким паром. А-а-а. Вот, это первая прекрасная дама, которая закурила, там, и то она оказалась случайной, и то она потом... То есть, вообще, говорят, что ее Статьяна Лариной списывала, да, Рязанова. Да, 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 существует четкое такое предание, что он списывал ее, весь ее внешний образ Статьяны Лариной, и поэтому он хотел ее перенести туда. То есть, она, на самом деле, там очень страдающая, она не является дамой-покорительницей, как бы, роковой женщиной. Понимаете, вамп, бум, там, факси-лейди. Она не является такой, она тоже там очень страдающая, то есть, это очень такое. А, в принципе, вот, любой взять, там, Муравьеву с авоськами, там, да, например, там, или еще каких-то. То есть, это всегда непрекрасная дама, всегда присутствует какая-то добродетель, которая, вот, доминирует. Если взять, например, противоположную, там, вот, фильмографию, которая, там, на Западе, в частности, вот, Голливуд захватил рынок, да, вот. В голливудских фильмах это, прежде всего, всегда прекрасная дама. И их отношение, это всегда договор. Да, но у нее всегда есть изъян какой-нибудь. Да, в ней всегда изъян, этот изъян решается посредством договора, какого-то, совместного. Да. А с Богом и с любовью договора быть не может. Теория договора, это имеет под собой чисто протестантские, католические, прочие, философские. Может быть, да, еврейские даже, корни вот такие. То есть, договориться с любовью невозможно, договориться с Богом невозможно, понимаете. Об этом вся потом, как бы, русская классика, как бы она ни была под влиянием французской литературы, да, как господин Тургенев полностью там все, как и другие писатели. Шмилев тоже весь французский, как он ученик этого Тургенева. Достоевский весь немецкий, не поймешь, сломанный, как он там, понимаете. Но они все время переламывали в себе вот этот образ прекрасной дамы. Прекрасную даму, например, в идиоте все равно убивают. Да. Понимаете, она прекрасная дама, ради которой там Мышкин сошел с ума, ради прекрасной дамы. Хотя он говорит, я буду тебе служить, но понятно, что у него, он не отдает отчет, он пленен именно ее красотой, понимаете. В итоге прекрасная дама заканчивает трагичным, понимаете. А Соня Мармеладова не прекрасная дама. Она вдруг, оказывается, вот этот приобретает красоту, как бы, ну, это такой феномен, как мы уже говорили в прошлый раз, поспеть все свои осаны из самых безд, понимаете, из самого там дна. Ну, это такая, достоевщина уже такая жесткая, брутальная там. Хотя, в принципе, это же тоже, он не из, это как бы все витало в обществе, в котором он жил, он все, он думал об этом, он просто всему этому придал форму какую-то. Ну, вот, собственно говоря, мы пришли, к чему пришли. Вот, и, ну, этот, мораль не буду выводить. Хорошо, потому что я думаю... Не, мораль не надо, вы нам сказали столько вообще переворачивающих сознание вещей потрясающих. Вот, так что вот так вот, любовь. Слушайте, да, но про мусорные замечания, ведь мусор это же, это же руина, это же заросший сад. Да, нет, дело в том, что мусор, хаос тоже можно созидать. Был такой замечательный господин Пригожин, это выдающийся русский ученый, который прожил в Швейцарии, ну, я не знаю его биографию точно, но я знаю, что вот именно у него четкая теория неуправляемого хаоса, а хаоса как начало. Она может быть не, как это сказать, она может быть противоречит вот именно тем богословским принципам, которым придерживаемся мы там, православные. Но мы не знаем точно, что он подразумевал, о каком именно хаосе. Он, может быть, не говорил про того, как он хаос, первородный хаос, понимаете? Он, может быть, имел нечто другого, может быть, имел в виду некий универсальный принцип, который действует везде, просто надо в эту теорию погрузиться, конечно. И задача все равно из мусора делать не мусор, понимаете? Задача все равно подметать. Человек все равно любовь себе убить не сможет никогда, что бы с ним ни происходило. Он, как бы он ни пытался, у него единственная задача, это если он не захочет любить, у него только покончить жизнь самовыслив. Почему это и считается самовысливым. Иначе он все равно начнет подметать, все равно начнет что-то облагораживать. Пусть со своим видением, пусть со своим каким-то изломленным, исковерканным, поврежденным видением, но он все равно потихоньку будет взращивать в себе вот это вот арети, вот это вот благородное сотрудничество. То есть, дело в том, что Бог не отделен от человека, он все равно внутри, они все равно вместе как-то собребывают, вместе сотрудничают, как бы это был, будет он в храме или где-то, он все равно внутри, и они будут между собой друг к другу стремиться и все созидать, созидать, созидать. Чтобы человек стал разрушать, он должен иметь протест. Он должен как бы воевать с вами. Но это не значит, что очень многие воюют, а потом разворачиваются, и так начинают любить, понимаете? Что и так начинают созидать. Масса, например. Да, много разрушается как раз тоже из земли. Там, да, какой-то там протест. Единственное, есть, конечно, люди, которые укрепляются и укрепляются в таком более серьезном массовом разрушении. Это, конечно, очень страшный, больный. Но об этом мы договорились с Татьяной Николаевной, что мы не будем говорить. Хорошо, а мы уже и не будем говорить. Чтобы нам не заканчивать на таком мрачной ноте, а закончить на спокойной. Хорошо? Ну, наш удивительный, прекрасный завтрак номер 9. Я просто... У меня слезы, наверное, без честных. Отец Макай нам рассказал о любви, то, что надо было давным-давно услышать, мне кажется. Может, это где-то и знаешь, там, в душе, но вот чтобы это услышать снаружи, это какое-то прямо счастье. И посмотрели мы фантастические произведения, стеклянные, многие вдохновленные Каппадокии, а другие вдохновлены всякими другими штуками. Художницы Татьяны Новиковой. Ура, ура, друзья мои. Спасибо. Я думаю, что мы еще... А, и была с нами еще Оля Симонова и Песик. Тима. И Тима. Тимня. Ура. Всем до встречи. Пока-пока. Так, останавливай. А, ну, ткни куда-нибудь, и все остановится. Сейчас. Слушайте, как здорово-то получилось, а? А как нам это теперь получить? Морозис пишет, да? Не знаю, это видите, какая хитрая-то онлайн программа. Она почему-то...